Ямал возглавил рейтинг благополучия российских регионов по итогам 2021 года. Оценкой благосостояния занималось агентство РИА Рейтинг. В расчет, например, взяли долю населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, а также с доходами ниже границы бедности, среднемесячный объем вкладов на одного жителя и другие индикаторы. Янау занимает первую позицию с показателем 100 баллов из 100 возможных. Второе место у Чукотки, почти 93 балла. Тройку замкнула Магаданская область. Менее двух баллов набрали Ингушетия и Итыва. Дмитрий Артюхов в Лабытнанге и Харпе оценил строительство и ремонт социальных объектов. В Харпе обновляют корпус общеобразовательной школы. Здание 1987 года фактически пересобирают заново. На базе школы будут развивать эколого-туристическое и геолого-нефтегазовое направление. Рядом со школой строится спортивный комплекс с бассейном. Губернатор отметил, что в поселке необходимо сделать упор на развитие детского горнолыжного спорта. В Лабытнанге капиталь от создания детской школы искусств. Здесь появятся зоны отдыха, холлы преобразуют в арт-пространство. Классы получат современную мебель и интерактивное оборудование. В дополнение к колл-центру Ростуризма в Янау открыта горячая линия для отдыхающих в Крыму ямальских туристов. Обращаться за консультацией северяне могут круглосуточно. Специалисты окружного туристко-информационного центра ответят на вопросы тех, кто там находится, и тех, кто только собирается на полуостров. На Ямале запустили единый сервис со всеми мерами социальной поддержки северян. Узнать о положенных выплатах и гарантиях можно на платформе «Социальный навигатор». Ранее информация была разбросана по сайтам департаментов, что вызывало неудобства. Многие ямальцы не знали даже, куда именно им нужно обращаться. Сервис создали по инициативе многодетной мамы из Салихарда. Женщина обратилась с предложением к Дмитрию Арсюхову во время прямой линии.